И на самом деле сегодня тот вечер, знаете, очередной вечер нашего с вами рождественского марафона. Это всегда чудесно. Когда мы говорим о Рождестве, то мы всегда говорим о чудесах. Когда мы говорим о Рождестве, мы всегда говорим о какой-то радости, которую Бог дал всем людям, именно в лице родившегося Господа Иисуса. И следующий год, на самом деле, он даст вам эту радость. Новую радость, которую отнял дьявол за вот эти годы вашей жизни. Каждый год вашей жизни дьявол отнимал по капельке вашей радости. И вы сегодня уже не знаете, что такое мир в сердце. Может быть, вы сегодня не знаете, что такое радость и, знаете, гармония. Но Бог в следующем году вернет вам все, что отнял за эти годы дьявол. Господь вернет вам эту радость. Господь вернет вам этот мир. И вы увидите, что ваша жизнь, она не оканчивается. Ваша жизнь, она из-за какой-то, знаете, униженной и растоптанного состояния, она возродится, как росток через асфальт. И вы увидите великие Божьи милости в своей жизни. Только если вы будете верить. Только если вы каждый день, вы, знаете, станете поднимать свои глаза к небу и молиться Господу, великому Богу, сотворившему небо и землю, великому Богу, который на самом деле дал. Это, знаете, чудо рождения своего сына на этой земле. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Не мучения, не какие-то, знаете, недуги, но жизнь вечную. Когда явился Господь Иисус на эту землю, и Он разговаривал со своими учениками, и Он разговаривал с народом, который каждый день теснил его, и Он говорил вот такие вещи, что я явился, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Ни по капельке, ни по чуточку, не, знаешь, как-то ограниченно, но имели жизнь в Иисусе с избытком. И сегодня это для каждого из нас. Не чувствуй себя недостойным, не чувствуй себя недостойным и не чувствуй себя виноватым, потому что Бог снимает с тебя именно вину твою. Но ты, если делал ошибки, если ты делала какие-то ошибки, то измени это, измени, Бог дает тебе возможность сегодня изменить ошибки, которые ты наделал, которые ты наделала. Бог дает возможность покаяния и возвращения на добрый, на добрый путь. И на самом деле сегодня, знаешь, тот вечер, когда ты можешь это сделать, находясь у себя дома или в офисе, там, где ты видишь нас, там, где сегодня ты смотришь этот рождественский эфир, ты можешь сказать Господу, Господь, я раскаиваюсь, я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, Господь, я отказываюсь от всех своих неверных шагов в своей жизни, и я хочу, чтобы ты изменил, изменил мою жизнь, изменил то, что я думаю, что невозможно изменить уже человеческими усилиями. Но ты великий Бог, но ты всемогущий Бог, но ты Бог, который дает жизнь с избытком, Бог изменяющий жизни, Бог, который забирает из груди сердце каменное и дает сердце живое, который чувствует, который видит иначе, потому что когда ты находишься без Бога, ты ошибочно видишь, ты ошибочно все, ко всему относишься, и тебе кажется, что это именно так, что белое, оно черное, но когда Господь заменяет нам сердца, вдруг оказывается, что мы не так видели, мы ошибались, мы ошибались, и мы, понимая это, начинаем иметь, знаешь, именно радоваться вот этой жизни, жизни во Христе Иисусе. И сейчас, оканчивая наше включение из студии ТБН города Пензы, мы хотим, чтобы вы услышали, вы услышали, как дети восхваляют Господа. В соседней студии сегодня наши детки, они уже готовы, и они хотят, чтобы вы услышали рождественский гимн, которым дети, знаете, именно восхваляют рождение Господа нашего Иисуса Христа. Всем телезрителям канала ТБН исцеление, милости Божией и благословение сегодня. До свидания, дорогие! С Богом! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!